Недавно на моем канале вышел ролик, в котором я рассказал про все комбинации клавиш, которые встречаются в игре BIMG Drive. Если вы его еще не посмотрели, то кликайте на подсказку в углу или на ссылку в описании. А в этом видео мы с вами как раз займемся настройкой скрытых комбинаций. Почему скрытых? Да потому что разработчики просто не стали вписывать горячие клавиши. Они оставили эту работу для нас, поэтому многие просто не знают даже существования этих команд для клавиш. Допустим, я очень хотел как-то быстро возвращаться на дорогу после того, как улетал в кювет. Оказывается, что такая функция в игре была доступна, но не была обозначена клавишами. Давайте теперь для себя ее установим. Переходим в настройки, далее в управление. Ищем игровой процесс. В игровом процессе ищем строчку «Вернуть машину на последнюю дорогу». Я установил комбинацию Shift плюс F1. Очень важно запускать игру с английской раскладкой. Все, что нужно сделать, это на рабочем столе нажать на комбинацию Shift плюс Alt и убедиться в том, что рус изменился на англ. После этого только запускайте саму игру. Если запустите с русской раскладкой, то при вводе нужных вам клавиш может возникнуть проблема, но это относится вроде бы только для тех, у кого пиратка. После установки быстрых клавиш в момент, как только я вылечу с дороги, также смогу быстро на нее возвращаться, активировав данную комбинацию. Многие, кто посмотрел мое видео с комбинациями, уже знают про клавиши, которые спускают одно рандомное колесо. И эта комбинация установлена сразу самой игрой. А вот мало кто знает, что есть команда, которая спускает четыре колеса сразу. И опять же, эта команда попросту не была назначена на клавиши. Поэтому погнали ее устанавливать. Открывайте управление и игровой процесс. Листайте до середины и ищите команду «Спустить все колеса». Я установил клавиши Shift плюс Ctrl плюс Q. И теперь в игре при нажатии этих клавиш вы спустите все четыре колеса одновременно. Думаю, многие знают, что если открыть круговое меню, перейти в веселье, то там будет много интересных команд. А что если все эти команды активировать с помощью быстрых клавиш? Это очень удобно и быстро. К примеру, вы выезжаете с гаража после крутого тюнинга вашей машины. Но вдруг понимаете, что забыли прикрутить двери, капот и багажник. Но уже поздно. Все разлетелось в разные стороны. С помощью Shift плюс 5 можно устроить взрыв. Такое происходит при столкновении двух автомобилей. Тут главное вовремя успеть активировать эту комбинацию. И может получиться очень круто. Поэтому большинство команд из кругового меню я сделал на быстрые клавиши. Чтобы все эти команды всегда находились под рукой. К примеру, демонтировать все детали я сделал на Shift плюс 1. Убрать все петли я сделал на Shift плюс 2. Поджечь машину, Shift плюс 3. Потушить огонь, Shift плюс 4. Взорвать машину, Shift плюс 5. Это удобно, быстро, а главное практично. Напоследок, очень полезная опция, которой я не могу с вами не поделиться. Например, для меня было загадкой, как активировать камеру, оглянуться назад. Порой в гонках ее очень сильно не хватало. Зайдя в настройки, я нашел эту команду, но назначенная клавиша на этой команде мне была непонятна. Поэтому для своего удобства я поставил эту команду на плюс. И теперь с радостью могу кататься по вселенной Бимки и оглядываться назад за своими друзьями-копами, которые меня вечно пытаются догнать в этой игре. Надеюсь, что видео было для вас полезным. Если это так, то ставь лайк в комментариях, пиши тему для нового видеоролика. Также заглядывайте на мой канал, там много полезных обучающих видео по Бимке. Ну а с вами был Флоуми и всем приятных покатушек в нашей любимой игре под названием Бимиджи Драйв.